Во временно оккупированном Мелитополе захватчики устроили стрельбу в спортивной школе, переполненной детьми. Кто-то принес ручной гранатомет на детские соревнования. И в конце концов в помещении раздался взрыв. Ну, броски где? Новость детализировал председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что мощный взрыв в оккупированном Мелитополе во время спортивных соревнований произошел из-за того, что оккупанты, очевидно, в рамках очередной пропагандистской программы демонстрировали детям гранатомет. Вот что пишет Федоров, цитирую. Жители сообщают, что сегодня во время проведения спортивных соревнований в Мелитопольском спортивном комплексе номер 3 был слышен мощный взрыв, который вскоре начал сопровождаться срочной эвакуацией детей из здания. На место приехали скорые и милиция. Здание, конечно, оцеплено. Оконное стекло вылетело. Конец цитаты. Федоров отмечает, что именно из-за десятков свидетелей оккупанты вынуждены были признаться, что во время турнира по самбо они демонстрировали детям ручной противотанковый гранатомет. Цитирую. Демонстрант нажал на курок. Как результат, несколько человек получили травмы. Отмечу, что инцидент произошел в спорткомплексе, переполненном детьми и родителями, пытаясь милитаризировать наших детей на временно оккупированных территориях, враг окончательно выжил из ума. Конец цитаты. Впоследствии новость распространилась и на кремлевских пропагандистских ресурсах. Так, телеграм-канал Маш написал, на самом деле несколько в оправдательной форме, что один из зрителей принес ручной гранатомет и якобы случайно выстрелил из него. В паблике отмечается о шести пострадавших и подчеркивается, что, мол, травмы незначительны. В высшей степени цинизм в том, что на украинской земле, которую они временно захватили, оккупанты травмируют наших детей, пытаясь милитаризировать их своей пропагандой. И этот последний случай произошел в стенах не так давно отремонтированной буквально накануне полномасштабного вторжения спортивной школы, которая чудом выстояла во время оккупации.